Wikileaks представил доказательства против вывода ФОС Хайхиматаки в Думе. Война в Сирии. Wikileaks представил доказательства против вывода ФОС Хайхиматаки в Думе 15-28-23 октября 2019 года. РИА Новости. Алексей Витвицкий вид на здание Организации по запрещению химического оружия в ГАЛАГИ. РИА Новости. Алексей Витвицкий вид на здание Организации по запрещению химического оружия в ГАЛАГИ. Архивное фото Москва, 23 ОК 3 новости. Информатор Организации по запрещению химического оружия, ОСХА, представил доказательства, ставящие под сомнение выводы Организации относительно предполагаемой химатаки в сирийском городе Думы в апреле 2018 года. Sea WikiLeaks опубликовал в среду заявление о независимой комиссии, которая ознакомилась с показаниями и документами информатора. Основываясь на обширной презентации информатора, включающей внутренние электронные письма, обмен текстовыми сообщениями и скрытые черновики докладов, мы единогласно выражаем нашу обеспокоенность в связи с неприемлемыми практиками расследования предполагаемой химатаки в Думе, недалеко от сирийской столицы Дамаска 7 апреля 2018 года, гласит заявление комиссии. Согласно заявлению, показания убедили членов комиссии, что ключевая информация о химическом анализе, консультации по токсикологии, изучении баллистики, показания свидетелей были замолчаны, вероятно, ради соответствия расследования заранее предопределенному выводу. 14,25 акценты. Кто победил в Сирии? Кажется, все, кроме американцев президенты России и Турции пришли к судьбоносным решениям по Сирии, и ситуация уже началась меняться. Теперь всем интересно, кто же кого? Кто больше выиграл? Да все, кто хотел решить эту проблему. Также сайт опубликовал ранее попавший в общий доступ документ с инженерной оценкой эксперта инцидента в Думе. Всего в состав комиссии, созванной фондом Courage, вошли семь человек, в том числе бразильский дипломат Хосе Бустани, который до апреля 2002 года возглавлял организацию по запрещению химического оружия, ОСХА, а также специалисты в области разоружения, международного права, журналистики, военных операций, медицины и разведки. Встреча с информатором прошла в Брюсселе 15 октября. ОСХА 1 марта опубликовала доклад об итогах расследования инцидента в городе Дума в Восточной Гуте 7 апреля 2018 года, в котором утверждается, что при атаке использовалось токсическое химическое вещество. Вероятно, хлор. В документе, в частности, утверждается, что баллоны с хлором были сброшены с воздуха, что позволило некоторым странам Запада обвинить в атаке сирийскую авиацию. 27 сентября, 14.19 РИА Новости Берлин не хочет знать правду о химатаке в Сирийской Думе, считает эксперт. Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийский город Дума в Восточной Гуте и пригрозил военными ударами. В качестве доказательств химической атаки организация «Белые каски» использовала кадры, на которых запечатлены жители Думы, в том числе и дети, которых врачи якобы пытаются спасти от действия отравляющих веществ. МИД России заявил, что цель вбросов о применении отравляющих веществ войсками Сирии выгородить террористов и оправдать возможные силовые удары извне. При этом в генштабе ВСРФ сообщали о готовящейся боевиками в Восточной Гуте провокации с инсценировкой применения химоружия.